Без пяти минут рай обещает в Казахстане Жанна Райджанова уже в следующем году. Курат после вступления во Всемирную торговую организацию. Что это даст нашей экономике? Иностранные компании придут. Это откроет дорогу для иностранных инвестиций, для высоких технологий. И также это призвано улучшить качество и расширить ассортимент услуг. Геннадий Шестаков от такой перспективы буквально раздваивается. Ведь с одной стороны в нем живет потребитель, а с другой – бизнесмен. Я буду покупать товары, надлежащие мной, того качества, которое я хочу. И выбор по цене будет гораздо шире. Мне, как владельцу компании, для меня, безусловно, это будет и сложнее, и жестче конкуренция. Кыргызстан задолго до Казахстана одним из первых на постсоветском пространстве вступил в международный клуб, который устанавливает правила торговли в мире. Но дивиденды от этого выглядят сегодня сомнительными. Благодаря вступлению в ВТО пошли дешевые китайские товары и значительная часть населения смогла за счет этого жить. Но это была только временная мера. Это никак не способствует развитию экономики республики. Те остатки производства сектора, которые еще были в китайской экономике, просто окончательно их уничтожило. Быть членом ВТО значит играть по правилам рыночной экономики. Честно конкурировать, не искать господдержки. В Казахстан после десятилетия реформ первыми стран СНГ был признан страной с рыночной экономикой. Долгое время ярким и одновременно редким примером здоровой конкуренции в стране был финансовый сектор. В кризис государство было вынуждено протянуть руку помощи банкам. Теперь банкиры сетуют, что она может задушить их в своих объятиях. Когда государство говорит о том, что мы развиваем рыночную экономику и хотим, чтобы наши участники были конкурентно способны, к сожалению, некоторые шаги и некоторые мероприятия, мы видим, идут совершенно в обратном направлении. Мы видим, что сегодня нарастает госмонополизм везде. И конкретно это в финансовом секторе. ВТО – не первая сказка о рае на земле, которую слышат казахстанцы от правительства. Пять лет назад власти активно пиарили таможенный союз и рисовали волшебные перспективы. На практике вышло иначе. Конкурировать даже с такими похожими во многом соседями оказалось непросто. Наверное, объединение Казахстана с Россией, у которой идентичная экономика, структура экономики, но у которой в 10 раз больше и сегодня по-прежнему болеет постимперским синдромом, наверное, для нас быть для них равным партнером практически невозможно. Потому что здесь центр притяжения все равно остается России. Главный переговорщик на неделе неожиданно заговорила о возможных санкциях против России, если она не отменит утилизационный сбор для импортных автомобилей. А еще обещала снизить пошлину на импорт новых авто в Казахстан после вступления в ВТО. Какие последствия будут иметь этот смелый выпад казахстанского министра против Кремля – неизвестно. Но вновь обнутые ожидания граждан могут дорого стоить властям.